Велкам! 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 Дорогие друзья, я с вами Виви и очередное видео за сегодняшний день. Я надеюсь, что мы доберемся до 150 лайков, как я попросил, на ретроспективе 13.17. Просто сегодня вечером я уезжаю дальше работать на даче. Кто не знает, куда у меня все стримы делись, сразу вам скажу. У меня тут родственники дачу приобрели. А дача немножко в таком, знаете, состоянии уровня лет 10 там никого не было. Они приобрели просто территорию с домиком и нужно ее сейчас приводить в должный вид. Поэтому я там работаю, спину надрываю, грядки копаю, а денег не получаю, потому что я там не стримлю. Ну и, соответственно, донаты никакие не летят и вообще, в общем, да, это не очень полезное пока действие. Но буду надеяться, что в следующем году, если мы сегодня все там подготовим, в следующем году смогу для вас оттуда какие-нибудь видео позаписывать. Короче, ретроспектива 13.17 патча я вам выложил, попросил там 150 лайков. Сейчас там 39. Будем надеяться, что до тут доберемся. И тогда вот он вам ролик. Тем, кто поставил туда лайк, высеки. Ролик посвящен патче 13.18. Райты ночь выложили данные о том, что они тестируют. Напоминаю, что они только тестируют. И вот эти вот апдейты, ну, обычно где-то 90% этих апдейтов доходят все же до реального сервера. Но, возможно, и какие-то изменения, такие, например, как мы вообще отказались и убрали, или мы цифры немножко поменяли. Поэтому сильно на этом не заморачивайтесь. Просто напомню вам, что патч 13.18 это предпоследний патч перед чемпионатом мира. Чемпионат мира 13.19. Соответственно, это последняя возможность у Райтов что-то поменять. То есть подготовить нас к тому, что будет уже на протяжении месяца лицезреть весь мир во время киберспортивных соревнований, а главное чемпионата мира. Чемпион с баф. Бафы какие у нас? Ирелия, Гвен, Кеннон, Сена, Трэш. А Сена, Трэш, они в тандеме идут, потому что у них есть даже противостояние друг против друга, пассивку друг друга. Они могут соворовать на 16 уровне, кто не в курсе. И поэтому Райты решили усилить их составляющие. У Сены, правда, они усилили составляющие critical strike damage из-за того, что она слишком часто начала уходить в letality build. Где она собирает огромное количество letality. Эти и Райты решили усилить именно критическую составляющую ей, хотя не ослабляя letality. Ну, чистый баф. У Трэша решили усилить его W и сделали так, что его W будет теперь больше давать щиточек, в зависимости от того, сколько душ он собрал. По сути, оба билда рассчитаны на гипер late game билды двух этих чемпионов. Ну, то есть это скорее к сулоку, нежели к просцене. А вот к просцене относятся Гвен и Райли Кеннон. У Кеннона энергию на Ешку уменьшили со 100 до 80, и кулдауна Эрку уменьшили до 80. То же самое с Эрелли, кулдаун на ее ультимативную способность уменьшили до 125 или 85 в конце игры. И у Гвен увеличили количество здоровья к концу игры, и монстр КП увеличили урон по монстрам при помощи ее пассивки. Зачем это сделано? Затем, чтобы Гвен могла в конце игры быстро убивать анашоров, драконов, ну и просто какие-то лесные крипов. Правда, многие считают, что это чисто направленность на Гвен лесной, хотя я не особо понимаю, зачем Гвен лесная и Рай там нужна. Я думаю, это чисто число для того, чтобы Гвен могла реальный сплит-пуш организовывать, реальное давление оказывать, когда, например, появляется и барон, и дракон, там, например, четвертый дракон для какой-то из команд, и Гвен просто идет его в соло делать, и в этот момент четыре игрока ее команды еще и стараются сделать анашора. И надо разрываться, это интересные концепты добавляет в игру. По поводу нерфов, Кайн у Райтам не понравился нерф, который они сделали в предыдущий раз, они поэтому нерфят еще раз, что вполне логично. С Релл они пишут, что это нерф, но если я правильно прочитал, то это вообще-то баф. Так вот, Релл нерф какой? Ее ешка теперь будет давать меньше скорости передвижения ей и союзнику, но она будет увеличиваться в два раза, эта скорость передвижения, если вы бежите на врага. И вот здесь у меня вопрос, а где же это нерф? Это же чистый баф. Потому что раньше было 15-25 на убегании и на вбегании, теперь на убегании будет 12-20, то есть всего 5% скорости передвижения потеряно, это ерунда. А на вбегании будет 24-40% скорости передвижения в сторону врага. Мне кажется, это как баф, но Райты это почему-то в нерф запихнули. Трендомеры убрали они АД на двоечку и уменьшили количество здоровья за уровень, ну, потому что Трендомер слишком сильный, и на мидлейне он начал себя очень хорошо показывать за счет того, что они увеличили дальность автоатаки. У меня возникает вопрос, почему просто не отобрать дальность автоатаки снова у Трендомера, раз вы не ожидали такого рефлекса. Ну или там уменьшить хотя бы эту дальность не на плюс 100, а на плюс 75 для начала, а потом можно плюс 50. Ну, то есть чуть-чуть уменьшить тот показатель, который повлиял на врыв Трендомера в королевские сегменты чемпионства. А Зая уменьшили количество здоровья и увеличили количество прироста здоровья к концу игры. Ну, типа, чтобы она не бустила эту линию. И кто-то спросит, а что это Джарвана пропустил? А вот и Джарван, ребят. Я его пропустил, потому что я отдельную страничку для него открыл. Пассивный процент урона с автоатаки Джарвана. С 8% уменьшили до 6%. И это тот показатель, который райтам не дает покоя. Если мы зайдем на официальную страницу фандома Лиги Легенд, то когда Джарван вышел, у него эта пассивка, которая называется Mortal Condense, наносила 10% с 6% кулдауну. 10%. И если вы заметите, у меня 18 раз найдена эта информация. С этой пассивкой за всю историю Джарвана они возятся 18 раз. Если мы сейчас пойдем вот листать наверх, то вы увидите, как райт потом уменьшили с 10% до 8% и кулдаун сделали 10 секунд. Потом они уменьшили это на левел 6, 8, 10. Но при этом 8% они сделали... Что они здесь добавили еще? А, они поменяли тайп с физического на магический. После чего они вообще убрали эту пассивку. То есть ее просто не должно было быть. Потом они убрали пассивку, она все еще триггерилась. Почему-то по вышкам они ее убрали, этот триггер. Потом они ее вернули и сделали такой, что стало за уровень 6, 8, 10 от хп. И одновременно с этим кулдаун 6, 8, 10. Потом они сделали кулдаун 8, 9, 10. После чего они убрали ее... Бейсик атак, иногда анимация не отражалась. Иногда не было понятно, что это будет крит. После чего они сделали с 8 до 10%. После чего они сделали, что оно будет минимальный урон наносить 20%. Это было потому, что многие собирали тонну армора себе, либо щит. И Джарван просто не мог пробиться этой штукой. И он бил, пока щит не пробьет. Я очень хорошо помню этот патч. Потому что я, по-моему, в этот момент уже начал вам видосики записывать про патч восьмой сезон. Короче, как было. Если у чемпиона был щит, который блокирует больше, чем Джарван наносит этой пассивкой, то Джарван несколько раз подряд мог бить этой пассивкой по нему. То есть пока не пробьет щит. И поэтому райты сделали, что он должен наносить минимум 20 урона всегда. И таким образом получалось, что он просто наносил минимум 20 урона по чемпиону. И второй раз уже не проколась эта пассивка. После чего они опять кулдаун здесь трогали. И написали, что Тиамат не должен его триггерить. После чего что-то здесь она через пантеоновский щиток пробивалась. Судя по всему, это баг какой-то. Потом они опять с восьми процентов подняли до десяти. После чего опять кулдаун поменяли. И последний раз... Давайте вернусь. И последнее, короче, изменение было тоже только ради кулдауна. Ну и вот теперь мы возвращаемся снова сюда. Последние проценты были восемь процентов. Они опускаются снова до шести. Самое смешное, что они вокруг этих трех чисел так и прыгают аки-кузнечики. Шесть, восемь, десять, десять, восемь, шесть, шесть, восемь, десять. За уровень, не за уровень. Но никто из них не догадывается, что можно поставить семь процентов. Либо там девять процентов. Либо там, не знаю, семь с половиной. И не трогать эту пассивку вообще. Может быть у райтов просто десятичные дроби отсутствуют. Ладно, это так просто. Повеселить вас, чтобы видео было длиннее. Потому что длинные видео ютуб любит. Чемпион аджасмент. Это реворк. Реворк Барда. Реворкнули они ему только пассивку и W. Пассивка теперь будет настакиваться чуть сильнее. Будет не пять стаков давать скорости передвижения, а десять. За каждого саплинга, которого вы собираете по карте. И продолжительность этого стака будет держаться не семь секунд. Скорость передвижения будет держаться от двадцать секунд. Это очень большие цифры, если честно. Двадцать секунд вы поднимаете одну свою хрень и двадцать секунд бегаете с добавочной скоростью передвижения. Если подберете нового, опять обновляется, опять двадцать секунд. А стаков уже у вас стало два, то есть уже плюс двадцать скорость передвижения. Это довольно крутая тема. И его W будет теперь откатываться дольше, восемнадцать секунд. Но она будет накапливаться до двух стаков, и вы сможете сразу две бомбочки поставить, лечащие вашего союзника. Скорость передвижения здесь не особо важна. Она там почти остается та же самая. Единственное то, что настакиваться и W будет теперь не десять секунд, а пять секунд. Кто не знает, плюшки, которые ставит Барт на поле, они настакиваются и настакиваются в течение десяти секунд. Теперь в течение пяти. Штормрейзер просто ради прикола добавили пять AD. Сперва все же уменьшили пять AD, потому что слишком крутой предмет. А Штормрейзер, видимо, редко кто покупает. И вот два крутых еще изменения. Ну и относительно крутых изменений. Статик Шиф, Райт, и вспомнили, что это все же для AD-шних чемпионов. Поэтому еще больше AD дают этому предмету. Сорока пяти до пятидесяти. А урон по миньонам, энергайз урон, возвращает к двух ста. Почему я говорю возвращает, спросите вы меня. Я вам расскажу секрет, ребят. Статик Шиф до того, как началась вся эта канитель с тем, что Статик Шиф наносил магический урон, добавочный, бла-бла-бла-бла-бла. Он делал энергайз урон 200. Как раз таки покрепил. Если честно, все, что они сделали со Статиком, они его начали раскручивать, раскручивать, как в Ability Power предмет. Потом передумали, перевели его снова в AD предмет. Потом начали уменьшать, уменьшать, уменьшать. И сейчас он чуточку, чуточку сильнее, чем Статик Шиф, который был раньше. Он чуточку сильнее за счет того, что у него есть Ability Power Scaling, 15% все еще сохраняющийся. И если я правильно помню, AD damage был 45, а теперь стал 50. То есть они могли вообще ничего этого не делать, если бы чуть-чуть дальше головой думали. И просто вот эти показатели сразу ему привнести. А вот Crown of Shredded Queen это корона, которая не позволяет ваншотнуть вашего Ability Power чемпиона. Получает плюс больше Ability Power, но меньше вы получаете потерю пассивки. Когда с вас сбивает вашу корону, вы больше не получаете 10 плюс 40 Ability Power. Вообще ничего не получаете за это. Более того, вы получаете защиту всего лишь на 40% входящего урона, а не на 75% входящего урона. То есть эту штуку решили понерфить. Связывая это с тем, что ее начали опять же собирать абсолютно все чемпионы. Просто потому что хорошие показатели, почему бы и нет. Но мне кажется, хороший аджаст сделали райты. Может быть слишком мало. Все же блокировки. Блокировку надо было ставить в районе не 40, а 60% здоровья. Но 85 Ability Power это правильное число. Потому что именно из-за того, что она мало давала Ability Power, ее раньше никто не собирал. Но так как сейчас обилие ассасинов появилось, Сейфгард стал главным у нее показателем. Сейфгард отобрали, но и Ability Power прибавили. Это хорошее, мне кажется, изменение. Этот предмет найдет себя именно в тех местах, где нужно. Но не найдет себя там, где вообще он не нужен. А люди все равно его покупали. Вот такой вот примерно у нас патч 13.18. Чисто по нему могу сказать, что райты уже определились с простценной. Единственное, им не понравился слишком сильный трендомер. Поэтому его занерфили. Если нерф не сработает, скорее всего, в... Как это называется? Пикземы, да? В пикземах можете ставить трендомер. Пикбан чемпион будет номер один. Потому что, ну, на выходе это страшно. И Рэл пока выглядит как пикбан чемпион. Потому что Рэл по-прежнему дико сильная. Нерфов больше пока не было никаких. Это райты пишут нерф, но, насколько я вижу по описанию, это чистый баф. Так что, если на пикзем чемпионата мира Рэл тоже будет один из самых популярных чемпионов. Ну, а так все. Вот такой вот у нас патч. Вот такой вот чемпионат мира надвигается. Вы, кстати, будете смотреть чемпионат мира? Потому что у меня есть три варианта, как его стримить. Первый вариант. Я его стримлю своим ебальцам. Просто вот так вот. Ничего вам не показывая на экране. Даже у меня здесь, по-моему, есть эта штука. Сейчас покажу. А как мы стримили чемпионаты. Сцена матча. Вот в таком лице. Это первый вариант. Второй вариант. Я стримлю нормально вам чемпионат мира. Вот в таком виде. Где-то там моя вебка стоит в одном месте. Но я стримлю его с задержкой почти в 15-16 часов. И стримлю с перемотками небольшими. А так мы, по-моему, прошлый год проводили стриминг. Потому что чемпионат мира был в Корее. И третий вариант. Я его в прямом эфире. Вообще в прямом-прямом эфире. Просыпаюсь с утра. Потому что матчи будут с утра. Рано. Стримлю. Но на vkplay slash goodgame. Потому что больше нигде. Ну, vkplay slash goodgame. Больше нигде его нельзя будет стримить. Везде прилетят страйки. Ну, а записи на ютубе в любом случае будут выложены. Просто мне интересно, какой вариант вам лучше всего подходит. Вот и все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Я еще опрос на эту тему проведу. Сейчас можете про свои идеи позакидывать в комментарии. Но я в любом случае опрос на тему того, как комментировать. Чемпионат мира проведу. А так все. Всем пока. Всем счастливо. Увидимся в следующем видео. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok